Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем наши беседы по первому посланию к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. Итак, первое послание апостола Павла к фессалоникийцам – это одна из книг Нового Завета. Фессалоники, сегодня Салоники – один из важных торговых портов Римской империи. Во времена апостола Павла численность населения фессалоников достигала 200 тысяч человек, по тем временам это очень много. Жили здесь греки, римляне, евреи. В городе функционировала синагога, которая привлекала не только иудеев, но и тех жителей фессалоники, которые понимали, что мир движется не в том направлении. Нравственная обстановка в фессалониках, как в любом портовом городе, она желала много-много лучшего. Впервые апостол Павел попал в фессалоники во время второго миссионерского путешествия. Павел посетил местную синагогу и, получив разрешение проповедовать в ней, начал проповедовать. В проповеди Павел говорил о том, как и говорилось в Ветхом Завете, пришел страдающий, умирающий и воскресший Мессия, и имя ему Иисус из Назарета. В результате деятельности апостола несколько людей, евреев и греков, из фессалоников, обратились ко Христу. Среди новообратившихся были жены некоторых видных деятелей этого города. Длительность пребывания апостола Павла в этом городе не установлена. Мнения исследователей расходятся от трех недель до полугода. Послание было написано святым апостолом Павлом в Коринфе между 50 и 54 годом. Данное послание является одним из самых ранних. Оно было написано после послания Галатам. Весьма вероятно, что соавторами послания выступили Сила и Тимофей. По поводу первой главы. После вступления, вступление – это первый стих, апостол начинает с благодарностью к Богу за спасительную благодать, излитую на фессалоникийцев, прославлять Творца. Второй по пятый стих происходит это прославление. Затем он напоминает о верных признаках успеха, благоествования среди них, о чем было известно во многих других местах. Это с шестого по десятый стих. В первой главе этого послания всего десять стихов, и мы читаем первый стих. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Но мы сразу здесь узнаем те приветствия апостола Павла, которые свойственны ему. Ими он иногда начинает свое послание, иногда оканчивает. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, Начинается послание над Писанием с преподанием благословения Фессалоникийской церкви от имени Павла, Силуана и Тимофея. Последние два упоминаются как сотрудники Павловы, Силуан и Тимофей, лично известные фессалоникийцам, бывшие там, учившие и делавшие распоряжения, а кроме того и потому должно быть, что послание составлено апостолом Павлом на основании сведений, доставленных Силою и Тимофеем. Все трое, говорит епископ Феофан, как бы одними устами одно преподали фессалоникийцам спасительное Евангелие. Своего апостольского достоинства святой Павел здесь не упоминает или потому, что фессалоникийцы были еще новооглашенные и не знали его коротко. Это точка зрения Златоуста. Или потому, что он и так уже имел в их глазах большой авторитет. Во всяком случае, в этом выразилась его скромность. К указанию на свое апостольское достоинство он прибегает лишь в некоторых случаях, когда находит это необходимым для пользы своего проповеднического дела. Но я думаю, что он не прибегает здесь к указанию на апостольское достоинство, потому что это послание пишется не от его лица лично, но и от Силуана, и от Тимофея. А как-то неудобно было бы, если он пишет и от своего имени, и от имени Силуана и Тимофея здесь начинать говорить о своей какой-то исключительности. Я так это понимаю. Далее, после вступления, то есть после первого стиха, апостол начинает с благодарности Богу за спасительную благодать, излитую на фессалоникийцев. Он начинает и продолжает эту мысль. Об этом со 2 по 5 стих. И мы прочитаем 2 стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Здесь мы видим, что апостолы, в общем-то, они молились за всех, но за одних они молились с благодарением Богу, то есть за тех, кто вел себя достойно христианскому званию. А за кого-то они могли молиться и с покаянным чувством. То есть они могли сами каяться за других, в том смысле, что могли брать вину за этих людей на себя и говорить, «Господи, это мы не досмотрели, это мы не воспитали их как положено». То есть в любом случае, если люди с нашей помощью обрели какую-то нравственную устойчивость, мы за это должны благодарить Бога. Если у них проблемы, мы должны совершать покаянные молитвы из-за себя и за них, имея в виду, что, может быть, в этом есть какая-то наша вина, мы им что-то не объяснили до конца, что-то не изложили так, как это было бы полезно и вразумительно для них. Итак, второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Архиепископ Аверкий Таушев пишет, первая голова очень короткая, всего 10 стихов, вся исторического содержания. Здесь апостол изображает светло-благодатное христианское состояние фессалоникийцев, благодарит Бога за успех своей проповеди среди них. И далее мы читаем с 3 стиха и ниже. «Непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Здесь он рассуждает о том, что никакой труд он не пропадает, потому что всё, что мы делаем во имя Господня, оно старится и вернётся к нам. Как сказано в Евангелии, что даже кружка холодной воды, поданная во имя Христова, она вернётся для нас благословением в день суда. Далее, 4 стих. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Вот здесь мы видим, что апостол Павел настаивает не только на том, что он особый избранник Божий, да, он об этом пишет, но здесь он говорит, что, в общем-то, все христиане в той или иной степени они избраны Богом и они возлюбленные Богом братья наши, то есть братья всех других христиан. 5 стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во святом духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Вот здесь он касается темы, что очень важно благоествовать не только словом, слово надо подтверждать делом и силою благодати Духа Святаго. Вот о Христе говорили так, Он проповедует не так, как книжники и фарисеи, Он говорит не так, как книжники и фарисеи, потому что Он говорил силою и властью. И в Новом Завете сказано, что от избытка сердца говорят уста. А чем наполнено наше сердце после того, как мы омылись в крещение и приняли Духа Святаго? Дух Святой – это божественная любовь, как апостол Павел и пишет в другом месте, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И кое-скоро это Дух любви, он проявляет силу любви в каждом слове христианина. Поэтому слова христианина, даже обличительные слова – это слова любви, потому что говорятся силой любви, то есть действием Духа Святаго. И вот сейчас мы посмотрим, как пятый стих комментирует преподобный Иустин Попович. Я снова прочитаю пятый стих первой главы, первого послания к фессалоникийцам. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». И вот Иустин Попович пишет, «Евангелие Христа, как книга, не смогла бы осуществить спасение мира и даже не дерзнуло бы быть названным благовестием. Оно становится благовестием только благодаря Бога-человеку, Христу, Спасителю мира, поскольку только Спаситель спасает своей богочеловеческой личностью и божественной силою. Оно является Евангелием, то есть радостной, благовестью, только когда содержит в себе богочеловеческую и спасительную силу. Но ни одно человеческое слово не может выразить Бога-человека, Господа, с его бесконечными, божественными совершенствами. Поэтому всю истину о нем выразил первым святой евангелист Иоанн Богослов, сказав, что он, то есть Христос не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Здесь отсылка идет к Евангелию от Иоанна, 2 глава, 25 стих. И далее Иустин Попович рассуждает, что такое Евангелие Христово. Это сам богочеловек, Христос, с его подвигом спасения, изложенным в словах Евангелия. И слова эти спасают лишь тогда, когда полностью проникнуты богочеловеческой силой Христовой, который совершает спасение верующих в Него. Когда же эти слова лишены богочеловеческой силы Христа, то они не спасают, не приводят ко спасению. Поэтому Евангелие основано не на убедительных словах человеческой мудрости, а на явлении силы Божьей. Поэтому не случайно мы прочитали в 5 стихе, что проповедовать надо не только словом, но и силою, и действием любви Духа Святаго, силой божественной любви и действием. То есть любовь должна быть действенной. Далее, 6 по 10 стих, то есть до конца этой главы, апостол Павел напоминает о верных признаках успеха благовествования среди верующих, о чем было известно и во многих других местах. То есть о их успехах и достижениях знали и другие христиане. Ну, не так давно мы проходили два послания к Коринфянам, первое и второе. Вот за коринфских христиан, конечно, приходилось Павлу краснеть и каяться, и просить прощения у Бога и так далее. А здесь он благодарит Бога за этих людей. И мы читаем 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго». Сначала мы видим пример святых и праведных людей, и, подражая им, мы начинаем постигать то, что сами они подражают самому Христу. А подражая Христу в его Богочеловечестве, мы начинаем подражать самому Богу Отцу. И вот апостол Павел эту мысль преемства подражания, он выразил так. «Подражайте мне, как я подражаю Христу». А так как во Христе человеческое и божественное, и мы зрим пример человеческой жизни, через подражание ей мы начинаем подражать и Божеству Отца, к чему призывает нас сам Христос в Нагорной проповеди, когда говорит совершенно неожиданно «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Имея в виду, что совершенство Бога Отца заключается в том, что Он одинаково хорошо относится к Своим детям, ко всему Своему творению, и посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. И мы по-настоящему подражаем Богу, когда так же бесстрастно, невыборочно, нелицеприятно стараемся любить всех, а не только тех, которые нам нравятся. И древнехристианский экзегет Амбразиастер пишет, «Любящий веру и претерпевший от своих сограждан бесчестия и оскорбления, как фессалникицы переносили это в надежде на будущее, потому-то они называются подражателями апостолов и самого Господа, ибо и Господь так же пострадал от иудеев, и апостолы, следуя вере Божией, претерпели гонения». Конец цитаты. И далее мы читаем седьмой и восьмой стих. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и в Ахае». То есть пример фессалникийских христиан он вдохновлял и Македонию, и Ахаю, эти большие регионы. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чём не нужно рассказывать». То есть их нравственный авторитет фессалникийских христиан был очень велик. И если коринфские христиане, можно сказать, опозорили церковь, из-за них имя Божие хулилось среди язычников, потому что там были крайне безнравственные поступки в среде уже самих христиан, то в противоположность им фессалникийские христиане являлись благословением и для себя самих, и для всех окружающих, как и Христос в Нагорной проповеди заповедовал. «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Далее 9 и 10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». То есть многие-многие христиане рассказывали друг другу о том, как апостолы пришли в Фессалоники и обратили людей ко Христу, и эти люди оставили идолов и стали служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он, то есть Бог-Отец, воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. И вот 10 стих мы посмотрим, какое истолкование предлагает святитель Иоанн Златоуст. К этому апостол присоединил и увещание, делая через это свою речь менее тяжелой. И ожидать, говорит, с небес Сына Его, которого Он, то есть Бог-Отец, воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева и ожидать с небес Сына Его, то есть Сына Бога Отца, того, который был распят, который был погребен, поэтому, поясняя сказанное, Он прибавляет, которого Он, то есть Бог-Отец, воскресил из мертвых. И Златоуст рассуждает, видишь, все вместе и воскресение, и вознесение, и Второе пришествие, суд, воздаяние праведным и наказание злым. Златоуст обращает внимание на то, что апостолы проповедовали все это. И далее Златоуст пишет, Иисуса, говорит, избавляющего нас от грядущего гнева. Здесь и ободрение, и утешение, и наставление для них. Это наставление для всех нас, христиан, что Иисус своей жертвой освобождает нас от гнева Бога Отца. Далее Златоуст пишет, если Бог воскресил его из мертвых, если он на небесах и придет оттуда, а вы уверовали, что это действительно так, потому что не уверовав, вы не перенесли бы таких страданий, то в этом заключается уже достаточное ободрение. Здесь Златоуст наставит на том, что если мы имеем веру, она неизбежно порождает надежду, а надежда приводит нас к любви. Далее Златоуст пишет, а если еще и гонители непременно будут наказаны, о чем говорит апостол и во втором послании, второй к Фессалоникийцам, первая глава, восьмой, девятый стих, то вы имеете и другое, также немалое ободрение, то есть для нас ободрением является и то, что последнее слово, оно все-таки будет за Богом, и грешники, нечестивцы, они думают, что последнее слово, оно сохраняется за ними, но это не так. И далее по Златоусту, с другой стороны, он, то есть Павел, сказал об ожидании Сына Его, то есть Бога Отца с небес, и для того, чтобы показать, что бедствие налицо, а благо в будущем, когда Христос придет с небес. Смотри же, сколько надо иметь надежды, надейся, что распятые воскрес, что Он вознесся на небеса, что придет судить живых и мертвых. Конец цитаты. Итак, сегодня, братья и сестры, отцы, мы рассмотрели первую главу, первое послание к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать, рассматривать уже вторую главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok